Привет, меня зовут Женя, я психолог-коуч, и сегодня хочу поговорить о навыке отвлекать себя от тяжёлых переживаний, чувств. Что это значит? Этот навык вырабатывается, то есть этот навык относится к саморегуляции, самоуправлению. То есть любая травма, в том числе любая травма, комплекс, делает так, что мы погружаемся в переживания на 100%. Со временем, когда у нас уровень психологической силы высокий, мы уже психологически зрелые, мы можем это регулировать. То есть перепроживать это по-другому. Да, например, мы чувствуем обиду, но уже она нас полностью не поглощает, и мы спрашиваем себя с позиции взрослого человека, как я могу перепрожить это по-другому. Предположим, жена обижается на мужа, он вечером не предупреждает, что задержится. Что она может сделать по-другому? Может упасть в обиду, а может проанализировать и, например, поговорить с ним, рассказать о своих чувствах, что ей неприятно, и ей бы хотелось, и было бы приятно, чтобы муж её предупреждал о том, что он задерживается. К примеру, один вариант. Второй вариант. Жена злится на мужа, например, то, что тот ей не покупает шубу. Она может впасть в обиду, либо может немножко переосмыслить ситуацию. Например, проанализировать доход мужа и, например, понять, что шуба — это как три зарплаты мужа и так далее. То есть мы всё-таки можем по-другому пережить этот опыт. То есть необходимо вырабатывать навык, отслеживать навык, отвлекать себя от тяжёлых чувств, то есть способность выносить внутри хаос неопределённость. Что это значит? Ещё подробнее объясню. Например, условно мы можем разделить всех клиентов, которые приходят к психологу, на две группы. Это те клиенты, которые слишком ушли во внутренний мир. Я к этому тоже отношусь, я над собой работаю. Либо те клиенты, которые больше ушли в материальный мир. И тех клиентов, которые слишком ушли в материальное, вовне, их психолог потихонечку возвращает вовнутрь, чтобы был этот баланс внешнего и внутреннего. Ту категорию клиентов, которые слишком ушли вовнутрь, надо, конечно, не обесценивать их чувства переживания, но надо потихонечку их возвращать во внешний мир, то есть тренировать у них навык отвлекать себя от тяжёлых чувств. Как идти вовне, во внешний мир? Что это значит? Можно задавать вопросы. С кем вам нравится общаться, как вы любите проводить время. Можно порекомендовать, может быть, какой-то спорт. Пусть это 10 минут, но это спорт. Может быть, например, уборка дома, что-то ещё. То есть чтобы у человека со временем были инструменты, те, которые он привык использовать, как отвлекать себя от тяжёлых чувств, переживаний. То есть есть такая фраза «нет лучших средств упасть в депрессию, чем бесконечно анализировать негативные мысли, состояния и так далее». То есть это у нас, как сказать, генетически у нас есть предрасположенность к этому. То есть надо знать свою психику. То есть если мы представим первобытный строй, там была первая задача выжить. Если бы я концентрировалась на солнышке, то я бы могла пропустить тот момент, когда хищник какой-нибудь мог на меня напасть. То есть поэтому, когда всё хорошо, это хорошо, но в первобытном строе, можно так сказать, всё равно психика акцент делала на том, чтобы выжить. И получается, у нас психика генетически так устроена, что мы концентрируемся на негативе. Поэтому во взрослом возрасте мы себя возвращаем. То есть если мы заметили, что мы слишком ушли во внутренние переживания, то мы с помощью внешних действий берём контроль в свои руки и так нарабатываем навык отвлекать себя от тяжёлых чувств. Например, приняли ванну, поубирались дома, позанимались спортом и так далее. То есть если человек сильно сконцентрирован на внутреннем мире, мы пытаемся его перевести на внешний мир. Вот такая рекомендация. И попробуйте сами определить, к чему у вас больше предрасположенность. То есть вы больше уходите во внешний мир или во внутренний. Если вы больше уходите во внутренний мир, то эта рекомендация как раз для вас, но и она как раз для меня тоже. То есть тренируйте навык отвлекать себя от тяжёлых чувств, переживаний, как с помощью того, что мы идём вовне, что-то делаем. Может быть, у вас есть хобби, может быть, у вас работа заряжает, может быть, общение с другим человеком, подружка, друг, может быть, прогулка на свежем воздухе и так далее. То есть подумайте над этой информацией и желаю также в ближайшее время натренировать навык отвлекать себя от тяжёлых чувств, чтобы не погружаться в травму, комплекс и так далее. Если есть какие-то вопросы, задавайте под видео. И всем хорошего дня!